Макияж это чудо, спасение, роскошь и просто палочка-выручалочка. Сегодня я расскажу, как избавиться от седов усталости и выглядеть каждый день на миллион. Хм, звучит здорово! Итак, хорошая подготовка к коже это половина успеха. Очистим ее и освежим при помощи мицеллярной воды. Мицеллярная вода выполнила свою задачу, избавимся от нее при помощи тоника. Он освежит кожу и сделает ее более мягкой. Добавив увлажнение, вы можете использовать свои любимые сыворотки и кремы. Советую подобрать уход со специалистом. Также наш уход послужит отличной базой под макияж. Наш уход хорошо впитался, можно приступать к тону. В повседневном макияже мы будем использовать более легкие увлажняющие средства, а для стойкости в них можно добавить устойчивый тон. А чем наносить? Рекомендую использовать спонж и кисть. Кисть поможет более тонко нанести продукт, а спонж распределить его. Теперь зафиксируем тон пудрой. А это обязательно? Вовсе нет, но так макияж лучше продержится в течение дня. Теперь поработаем над кожей под глазами. Ловите лайфхак. Чтобы консилер лучше держался в течение дня, перед ним наносите немного фиксирующей пудры. Консилеры. Мы будем использовать два оттенка. Это персиковый и бежевый. Персиковый перекроет синячок, а бежевый выровняет общий тон. Тон лица готов. Теперь он выглядит более ровным и ухоженным. Ну, как будто чего-то не хватает. Рельефа? Точно. Мы восстановим объем и создадим тень, но только там, где это действительно нужно. Под скуловой косточкой и, например, вдоль линии роста волос. А вот румяна. Ими можно максимально быстро и легко создать отдохнувший здоровый вид. Не бойтесь выбирать кукольные розовые оттенки. Именно они прекрасно освежают. А что делать с бровями? Нам нужен максимально естественный макияж бровей. Для этого мы немного очищем их щеточкой и при необходимости заполним пустоты. Сияние глаз отлично подчеркнут жидкие тени. В случае Евгения у нас есть красивый зеленый оттенок и его изящно подчеркнет пудровый цвет. Вы также можете обратить внимание на персиковые, бронзовые и бежевые оттенки. Чтобы тени продержались на протяжении всего дня и не скатались, обязательно закрепим их сухими тенями. Мне нравится. Давай подчеркнем ресницы? Давай. Ой, тушь отпечаталась. Что с этим можно сделать? Ничего страшного. Тушь через пару секунд застынет и мы сможем снять ее щеточкой. Ты знала об этом? Нет. Женя, а пока ты красишь ресницы, мы поставим бутылек горлышком вниз. Так продукт не будет сохнуть. Пара секунд прошло, наша тушь уже застыла. И теперь мы можем тихонечко счесать ее щеточкой. Финальный шаг – это макияж губ. Мы также выберем красивый нюдовый оттенок. А для объема добавим немного блеска. С таким легким макияжем каждый день в году будет самым лучшим. Точно! Будьте всегда неотразимы и помните о своей внутренней красоте.